добрейшего все минус мальский саврова идут нифига себе нагребли песок они тут тает то вот июня наверно по итогу меня вчера тут сам на самом езде поставили прибежал хозяин парковщики имею ввиду есть сюда меня там перед сзади мест нигде не было уже сейчас все разъехались никого нет вот нормально дорожная сесть тут связала так утренний обход чудо утром встаю смотрю как соляркой пахнет но это не от меня это откуда-то вот ветром приносит потому что у меня здесь все сухо почти тут чуть-чуть вот махонько-махонько помокрение вот чуть-чуть это не страшно нормально съездить хватит сибирь потом его все равно поменяем так тут я не пролезу до или пролез мне не пролез короче уже время 10 час уже полдесятого наверно даже надо выдвигаться хотелось пораньше но честное слово только подушки коснулся и вообще даже ни разу не просыпался ночью всю ночь просто вот замертво как говорится свалился спал поехали сейчас кстати глянем интересно сколько у нас нагрузка на оси с полными баками потому что по итогу чё-то как-то было маловатенько а ну вот с полными бака у меня девятку показывает на вторую ну ладно я думал короче ехал вчера в восьмерку показ 81 82 но как бы немножко маловато там думал может где-то перегрузиться а тут сейчас выходные а там можно один ящик сзади снять и вперед поставить ну как бы в те эти учкутские горки есть хорошо желательно чем больше давило ну посмотрим пока едем так мы поехали у нас сегодня за ней ваше мнение все будет зависеть от дороги от погоды но сейчас показывает 8 и 7 8 и 8 это я с полными баками полностью под завязку загружен конечно все таки на добрый толк лучше конечно было бы этот один ящик перегрузить если один ящик перекинул она даже здесь подшлиповала вот сейчас по прямой 8 и 6 8 и 5 8 и 4 надо перекидывать я перекидываю меня будет 9 9 пол где где-то 9 с половиной по 10 с полными баками дайте еще тонну давление не знаю посмотрим как получится будем смотреть по дороге это же еще надо найти где перекинуть кого-то там делов-то на 15 минут когда погрузчика найти сзади подъехать ворота снятие сбоку подъехать поставить чуть-чуть подпихнув там который стоит посередине в одиночную визу делов-то немного посмотрим пока поедем мы там будем думать по дороге вообще наверно не мешало бы казань 73 пост когда-то было очень вредный тюрлима то что сейчас чуваши она закончится блин сколько снега-то никакое ощущение что в сибири снега меньше поедем конечно посмотрим но то что здесь снега средней полосе просто жесть интересно как этот мост поживает обычно он всегда разбитый был сколько езжу но вообще вот так сказать вот то что там да в беларуси там дороги разбиты да и в минске у нас там сюда с дорогами сейчас после этой зимы полная катастрофа яма на яме но вот ехал да вот до чебоксар там ремонта во первых много но тоже так покусанная но у нас вообще катастрофа беларусью раздолбили за эту зиму просто в ноль не готовы были наши дороги такой земли нас давно зимы не было плюсовые температуры все и поэтому ничего и не разбивалась а здесь мороз и морозы стояли и снега и потом оттепили и все эти одной соли то сколько высыпали на господи как машина если солнце посветит на машину смотреть было больно из этого этого вишневого цвета превращалась в изумительный белый цвет не мост еще ничего терпимо периодически делают его сидите девушка да вот это зима он сварится какая красота площадь места шикарные сейчас когда через свиягу будем переезжать ой какой-то вид открывается ума помрачительные от красоты особенно летом не значит зимой будет выглядеть посмотрим но летом там просто сказка платочками так и торгуют на платочки всякие тут меховые там тут насю на всякие вещи такие ручной работы эксклюзивные ни разу не покупал так вид с кабины видно что симпатичные давай заходи заходи что ж не успел я тебя погнать потом обгоним вот там до казани тут в принципе тоже дорога хорошая дальше сказанием все широкая пойдет двойная до челнов проедемся тут тысячу лет ну в этом тут-то ездил а вот в этом туда уже челны в челнах вообще не полига последний раз был кота наступает надо его обойти вот и все вот чувашия заканчивается и начинается у нас сейчас татарстан скажем парня не спасибо все республика татарстан велкам здрасте или подождите или это вон тот мост был вечно разбитый или это вот этот какой-то один из них татарстан у нас еще пока московская с башкирии у нас начнется время часовые пояса увеличиваться плюс один добавляться плюс два я ну тут плюс один будет никакой аж плюс один башкирии сразу плюс два нас добавится до башкирия челябинская область ганская плюс 2 менская дальше уже омская там плюс 3 ну и пошло-пошло новосибирская плюс четыре ну и дальше же плюс пять плюс пять будет у нас и иркутской тормоздулись тут перед свиягой сванька спецыгорска и вот чих пых огонь аппарат только спальника нет вот что плохо то еще чутка чтобы буру и не стали фотку будем делать дизельный все огонь точно она такая длинная с виду кажется с виду такая здоровая кажется ну семь семь двадцать да вот так живут водители газели ну да да конечно спальник надо метр бы если бы сюда добавить или сверху конгурятник это делать это не есть пора даже как этаж денег стоит естественно ну только как бы с небольшим ростом как у тебя так еще более менее можно в принципе просто занимается таки естественно мне в томе вместо не хватает своей я не представляю куда пьет тут расположился пошли посмотрим что там везешь такое что-то интересное такое сказочное грудь до его мои как тебе ту машину вывозишь до вообще честь на стану чё она ты москву и и до не знаю может быть хозяин такой вывозит нет а погиб хозяину да не посмотреть на третий очень херненький ну и шел чуть ли не назад не сидит ну да колеса блин почти салон с ума сайта в лоб с кем-то или по что-то в лоб в лоб да потому что здесь вообще не всю морду нет верно нет вообще нет а за 200 кошмар не ну то что тут понятно что просто так куда-то или скорее всего в лоб с ума сойти а что за марка отдыхать место понятно куда-то не дай бог вот алексей ник николаевич меняет профессию алексей николаев алексей николаев any алексей like алексей а а и на она а она а а Вот так вот встретились с Николаевичем на трассе, ехали друг другу навстречу. Я в Москву, а он оттуда. Не, ну еще так прикольненько. Не, ну кружочек прикольненько, я говорю, кружочек сделать прикольненько, а километров 3000 на ней как-то. Спасибо, вы как-нибудь лучше там на своей. Да. Здесь-то не только этот вот мех, пух, вот здесь какой-нибудь, да, вот так вот. Нет, ну здесь, видишь, шеф машины бережет. Бережет? Не перегружает, да? Вот на первой работе вот я работал, там было по барабану. В отсадку грузили, да? Нет. 19. Самый большой у меня работ я шел лето на Новосибирск 4200. 4200. Я думал, у меня на 7 движок лопнет пополам. Естественно, куда ему затащить такое? А была у меня бензиновая, а там вообще движок дохает. Да, да. Это еще хоть тянут. Это хоть тягучи еще, да, да, да. А те вообще, я думал, у меня на 7 он пополам лопнет. Разорвется, да. Я вот так вот в зеркало глянешь, там уже колея за тобой. Естественно. Рацию выключила, чтоб не слышно было. И уже так, карман какой-нибудь найдешь. Съедешь, пропустишь. Карман нырнешь в колонну. Опять выйдешь, ну через пять можешь опять там. Ну да. Ну это, видишь, это ты в карманы. Некоторые не ныряют. Некоторые надо фонаря. Ну, совесть тоже хорошая вещь. Ну да. Не у всех она и есть, правда. Знаешь, когда вот так вот тянется и не пропускает. Конечно. А обогнать возможности нету, тем более там в горах. Да, обогнать вариантов нету. А многие же спешат у многих времени. Да. Естественно. Доставки и так далее. Поэтому я считаю, что ну не тянешь, пропусти. Да. Устал отдохни. Да. Не тянешь, пропусти. Ясно. Короче, ладно. Долго мы тут рассусоливаться не будем. Всем ехать надо. Да. Пойдем кофе попьем и поедем. Все, поехали. Ваньки на Москву. Принимаешь, Вань? Сигнал GPS. Не принимает. Ладно. Ему на Москву. Ну а нам дальше. На восток. Ванька у нас оттуда. Пятигорск. Так что экскурсия на Эльбрус. Братцы, вон. Будет. Будет. Как только будет возможность. Во-первых, сначала время. Ну и как только мы туда поедем. Смотрите, видите, как поотрывало. Это, говорит, это в Калмыкии ветром. Заклепок посрывало тент. Такой ветер был. Это же положить газельку вот эту. Три секунды. Видите, парус какой здоровый. А веса-то как такового нету. Особенно если она пустая. Давай, пошел, пошел, пошел. Да. Погнал он. Так, короче, у нас тут куча народу едет. Будем ждать. И поедем свиягу проходить. Снова ремонт. Может тут мост дополнительный строят? Не дополнительный. Новый, вернее, дополнительный, говорим. Сейчас подъедем. Ну что-то там, да, какие-то краны вон на мосту стоят. Рация, рация, рация. Циванька мотается вот на этой. Раньше там в туристическом бизнесе был занят. А вот как этот ковид начался. Все кругом позакрывали. В прошлом году никуда нельзя было. Шаг лево, шаг право. Попыть как бегству. Прыжок на месте провокация. Вот пришлось идти ему руль крутить по бескрайним просторам. А на эту машину какого-то получается на газельку под B-категорией. Как легковая. То есть C-категория не нужна. Ну вот он и катается. Сейчас вот Суфы идет на Москву. Завтра в Москве понедельник 8 марта выгрузится. Кстати всех девушек наступающим и женщин. Во вторник говорит обратка. Ну нормально. Тоже уже по колесилу. И Архангельск рассказывал был. В общем. Да. Не мост строит. Второй пролет будет два пролета. Ну и отлично. Правильно. Один пролет слишком тяжко. Такой поток уже видно подгулявший. Второй пролет или этот закроют. Короче не знаю. Посмотрим. Ну вот. Будем теперь знать. Ой. Смотрите сколько. Обалдеть. У них кто что соревновательство что ли? Кто больше наловит? Ну правильно. Погода хорошая. Выходные. Вы посмотрите сколько рыбаков. На Свияге. Красота. Вот так вот эти места. Здесь просто глаз не отвести на красоту. Природную. Но летом особенно. Когда тут весной. Когда все только зеленеет. Хотя сейчас уже тоже весна. Но пока не зеленеет. Похоже мы сейчас на подъеме прилипнем. Ничего нам до Казани потерпеть. А дальше все будет хорошо. По широкой побежим. Ох. Не то что прилипнем. А совсем сейчас остановимся. И там он их дальше сколько много. Все местные. Я думаю сейчас Казань будем переезжать там тоже в том заливе возле Волги. Тоже будет. Все забито. Смотрите какая погода. Правильно. Минус восемь. Солнце светит. Вообще. Душа радуется. Как в этом фильме говорит. Петь хочется. Сейчас мы посмотрим что тут на Волге делается. И в окрестностях. Но я думаю что здесь все то же самое что и там. Вся Казань здесь. Здесь. Казань брал. Астрахань брал. Шпака не брал. Вся Казань здесь. Должна быть. Ну и. Не ну на самой реке это немного. На самой реке что то совсем немного. Там 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 он сидит там несколько. С той стороны там чуть чуть совсем. Интересно. Здесь иногда другие места есть. Более. Клевные. Видите. Практически никого нет. Клевные. Посмотрим. Там дальше. Вот с левой стороны. Там залив такой. Угу. 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 Хотя. Казахи. Какой они. Такой прицепчик. Интересный. Я такой таскал. Вот точно за такой же машинкой. У меня была максимальная загрузка 13 тонн. Угу. 190 кобыл в этом мане было из них. 100. Убежала сбежала. Копыто откинуло. Тут вообще не ехал. Еще. У меня ман был этот тут. Я не заметил, что у меня был манчик. Еще мы на нем молотили Швейцарию. Там туда-сюда. Нет, как-то что-то не видать никого. Наверное, где-то на других. Более клевных местах. Здесь не так клюет. Однозначно. Просто не может быть, что в такую погоду. Казань на рыбалку не вышла. Ну, нет, так нет. Вон, смотрите, видится, что тут делается. Описная Казани. Прям танцы на дороге. Как в этом фильме. Теперь осталось понять, как заманить клиентам. Данная представительница древнейшей профессии клиента заманивает вот так. Видел, царицы соблазняли бы не поддался я. Теплеет. Теплеет. Минус 6 уже всего. Ну, пока солнечно. Хорошо. Так, Щербакова, Щербакова, Щербакова. Здесь, в принципе, лететь. Здесь 40 и камеры стоят. Поэтому тут надо ехать километров 55 в час. Здесь до 40-го ограничили тут. Видно, много случаев. Где избивали ДТП. Здесь с ракет и на камерах все. Торопиться мы не будем. Что у нас там? Главное, что там завтра. Что дальше там? Урал, чтобы посмотреть, какая погода будет. С погодой повезло. Дождь идет четвертый день. Вот и камера впереди. Тут, по-моему, еще и стационарная есть, если я не ошибаюсь. Вы не мешаете допустимую скорость? А на маленьких, куча маленьких стояла яйца. Рыбачки. Казанка-то уже река. Просто уже смысла нету к этому брать. А на то уже все, спорю. Я тут. Льда-то на ней нету. Наверное, течение на ней. Такое крупное. Или сама по себе теплое. Это движение скорости 70 метров. Это что, только что случилось, что ли? А как так-то? Огромная дорога. Сухая. Ого. Вот еще один стоит. Огромная сухая дорога. Как так? Такое ощущение, что он кого-то сбил. Но я что-то никого не видел, что там кто-то лежал. Такое ощущение, что он не был. Нифига себе. К Мадышу подъезжаем. Пока у нас тут с погодой, с дорогой все просто косимо. Я так и не понял Кого-то кинуло Может на ямки Или еще что Как это произошло Сейчас после Мы младыша посмотрим Как там вятка поживает Вятка 100% Еще замерзшая Рано ей еще вскрываться Но вот уже интересно Да, вот мы проезжали Волга Замерзла Люди ходят Все там лед Видно серьезный Казанка, пожалуйста Вообще льдинок нет Но она быстрая течение Видно этой казанки Хотя само по себе Ты на этой речке Ни разу не был Ну вот Вывод Допрашивается Такой Сейчас этой Серьезной горы Спустимся вниз К вятке Вот тоже здесь Сверху Смотрится как Прелесть Берега На берега реки Ну и дальше туда Выводятся все холмы Татарстане Круто А он уже Отсюда вижу лед На речке На речке На реке На речке Красивые тоже здесь Места Вот кажется Ну вот строй Хотя он Наверное что-то И построено Строй какой-нибудь Базу отдыха Да там Рыбалочку Организуй Туда-сюда Там Людей Там Я думаю Сейчас Народ поедет И не только С местных Крупных городов А С той же Москвы С Питера Будут Люди Ехать Главное Все организовать По-человечески Условия Все предоставить Мне кажется Что На таких В таких Местах Рыбных Сварить А с горы Все Располосовали На этих Снегоходах Может Лыжники Какие Скорее Все Снегоходы Как Никулин Это следы Ведут Между ног Терева Пропустил Снегоходовские Узоры Такие Хотя Вот Написано Отель Все Это Что-то Как-то Я не вижу Там Большого Наплыва Людей Хотя Нет Машины Стоят Стоят Кто-то Даже Пешочком Санками Ребенка Везет Рыбаков Нет Там Маленькая Кучка И вот Там Вдалеке Маленькая Кучка И все И больше Я никого Не вижу Здесь На реке Вот Так Мы Сейчас Едем В Тургай Но Надо Нам Будет Развернуться На той Стороне У нас Заправка Отблю По нашей Этой Карточке По Лайтскаю Я сейчас Отблю Уже Рисует 15% И в запасе Нет Поэтому Мы сейчас Заправляем Бак И Все Канистры Позаливаем Полностью И со Спокойной Душой Поедем Дальше Что больше Отблю Голова Не болела Только Если Опять Начнет Замерзать Вон Заливчики Там Тоже Что-то Капошится Тут Места Думаю Вообще Должны Шикарные Насчет Рыбалочки Я к Сибири Просто Вспомню Как это Подлёдный Лофт Полметра Этого Воды Толунку Прорубишь Буров Не было Ничего Не было Топором Вырубишь Червяка Туда Никих Мормышек Ничего Палка Леска И крючок Червяка Туда И смотришь В эту Лунку А кушки Так Со всех Сторон Подойдут Стоят Смотришь Такие Виды Ничего Такие Солидные Думают Потом Какой Засранец Так Его Мелкий Прибежит Цеподого Червяка Ах Ты Тесно Того Что Вытаскиваешь Эти Все Разбегаются Закидаешь И тут Опять Вообще Такая Прикольная Рыбалка Была Зимняя И сидишь В эту Лунку Смотришь Либо На хребет Надо Смотреть Что Там Волки Не пришли Киеве С гостей Раз Видел Там Стайка Стая Шла Но Далеко Так Вот Давал Там Зимой На этом Велосипеде По этому Снегу Сытый Километра Три Наверное Деревни Там Залив У нас Такой Был Давал Я на Велике Там Только Пыть Ставила Мировой Рекорд Поставил Так Мне страшно Стало А их Много Там Что Ну Штук Десять Наверное Так Вот Хребет Так Вот Если Взять Они Так Лэп Лэп За Дружкой Так По Этому Хребту Я не знаю Сколько От меня Это Было Может Тоже Может Метров Может 500 Может 700 Ну Так Ну Километра Не Было Однозначно Так Это Душа В Подножки Чмых Сила В ноги И Вперед Погнал На велике Зимой Огонь Это Это В Сибири Было Когда мы Там В Иркутской Области Три года Жили Вот Он Тургай Впереди Вот Это Заправка Вон У нас С левой Стороны Красненькая Вот Нам На нее Нужно Здесь Отблю Заправить Вот Оно Колонка Свободная Под Отблю Вот Нам Сюда Здесь Заправляем Потом Назад С этой Стороны Нету Потом Назад Сюда Приедем Здесь Воду Зальем Обед Все Дела Переедем Сюда На эту сторону Запасы Водные Поправим Все Ну а не доезжая Торгайзе Это километр Может быть полтора Торгайзе 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 Сверху Положить И прижать Целлофанчиком Крышку Проверим Чтобы не цекла Так-то канистра Хорошая Офига лишнюю Покупать Деньги платить Может получится Нет Так нет Но надо полностью У меня воды Осталось Может литра два Не очень люблю Когда водички Нету Время Три Из десяти Как раз Время Обеденное Здесь Я кстати Наторгая И покупал Свою симку Мега Вон там Ничего так Подорожало Правда Ну как роутер У нас работает Другая симка Есть Который Какой-то Интернет Видео Заливать Туда-сюда А именно Как своя Телефонная Вот у нас Здесь я покупал Так Где тут Въезд На эту Заправку Вот наверное Дальше Там я не знаю Есть там Въезд Нету Наверное Дальше Въезда Нет Поэтому Заезжаем Ко мы Вот здесь До свидания Транснефтепродукт Заправка Нет Топливо Мы здесь Не заливаем А вот Реагентом Надо тут Нам Затариться Эх По-моему Вон там Подотглю кто-то Стал Не успел Я Ничего Подождем Или не Поехал Я поехал Это С заправки Кто-то Выехал Подотглю Никого нет Если он там есть То я отблю Наверное есть Короче Сейчас надо будет Тут как-то Так Стать Чтобы здесь Не перегородить Ничего Или Под это Отблю Надо по кругу Объехать И как ты По кругу Объедешь По кругу Никак не Объедешь Наверное Вперед Даешь А потом Назад Сдаешь Только так По другому Я не вижу Варианта Или Вот так А тут Как там По кругу А у меня Бак С правой стороны Поэтому Только вот так Чтобы там Проезд Был По кругу Тон По кругу Продолжение следует Продолжение следует...